Еще раз подтверждается то, что нынешняя эпоха, к сожалению, либо к счастью, расставляет ключевые акценты и ставит точку во всех нерешенных конфликтах. И снова такие, есть сегодня, на данный момент, те силы, которые готовы снова напомнить о Приднестровском конфликте и, возможно, поставить определенную точку. Кто это, на ваш взгляд? – Республика Молдова, если брать его в тех границах, которые являются международно признанными, то есть с Приднестровьем и, разумеется, с Гагаузией, это тоже историческая область, где живут не молдаване, а тюркский народ, гагаузы, исповедующие христианство. Есть христианские народы, исповедующие ислам, но есть и обратный вариант. Так вот, Республика Молдова в текущих границах существует с послевоенного времени, до Второй мировой Великой Отечественной войны. Та часть, которая находится на границе с Украиной, левый берег Днестра, это была… – Ну, коллег, сразу же вывести карту, чтобы нам было легче ориентироваться. – Да, это была часть, да, именно вот эта розовая, да, закрашенная часть, это была часть советской Украины. И там жили, опять же, украинцы, русские и молдаване. Так вот, я хотел сразу отметить, и сегодня в Приднестровье людей, которые называют себя молдаванами, не менее 15-20%. Но они очень четко добавляют, мы молдаване, но не румыны. А когда был конфликт, вот на том мосту, который нам показали, я по нему много раз ходил туда-сюда еще в советские годы, да, находили ящики из-под боеприпасов с румынской маркировкой. Это очень легко было отличить. Маркировка, ну, тип боеприпасов советский, естественно, да, но латиницей, все обозначения латиницей, то есть привезены из Румынии. Молдавский руководитель того времени, Мирча Снегур, бывший руководитель ДОСАФа республики, фактически напрямую обратился за помощью к Бухаресту. Эта помощь со скрипом была оказана, причем военная помощь. Ну, и возник тот конфликт, который был урегулирован. Я еще раз хочу подчеркнуть, при поддержке Киева. И каждый второй доброволец, защищавший Тирасполь, приехал с Украины. Но вот потом ситуация начала меняться. Что важно отметить сегодня? Зачем этот конфликт, как вы сформулировали? Вот смотрите, вот у нас есть мобильные телефоны. Нам на мобильный телефон может одновременно позвонить, не знаю, там, жена, сын, дочь, теща. Все нужные и хорошие люди. Но это перегружает наши возможности дать адекватный ответ. Поэтому первая задача условно-коллективного Запада – это растянуть внимание и России, и ее союзников, и нейтральных стран, но испытывающих симпатии к России, растянуть внимание. Что мы и наблюдаем. Потому что сейчас отвлекаться еще на это направление и необходимо, и достаточно сложно. Потому что есть множество других проблем. И в результате, если войны прежних поколений затрагивали какие-то локальные территории, а 500 километров влево-вправо – обычная мирная жизнь, то нас затаскивают в многосторонние и многоуровневые конфликты, где Киев одновременно пытается играть на нескольких досках, испортив отношения с Москвой, с Минском. И, я бы сказал, пока непонятное отношение с Кишиневым. Ибо здесь тоже, я бы сказал так, вот подобрали ключик к шкафу, а вот что выпадет, какие скелеты, сколько их выпадет, абсолютно пока непонятно.